здравствуйте дорогие друзья животные или растительные белки какие отличия и какие их преимущества и почему они не могут полностью заменить друг друга умные специалисты мира спорят возможно ли получить все необходимое организму из растительной еды в частности речь идет о белках почему необходим белок ну белок это элемент который является частью каждой нашей клеточки нашего организма и совместно жирами и водами белок нужен для нормальной работы всех систем организма от опорно-двигательной до нервной и сердечно-сосудистой системы белки или точнее аминокислоты из которых они состоят формируют такие кирпичики или строительные блоки из которых состоит наш организм они отвечают и за прочность костей и восстановление клеточек кожи внутренних органов и всякие разные другие процессы дефицит белка приводит к неприятным последствиям при небольшой нехватке белка нарушается водно-солевой баланс что приводит к задержке жидкости и в организме и образованию не побоюсь этого слова отеков при более серьезном дефиците нарушается процесс восстановления тканей очень ухудшается состояние волос и ногтей и плюс слабеет иммунитет так как для выработки иммуноглобулинов иммунитет организму нужны только белки а вовсе не жиры и не углеводы так чем отличаются растительные животные белки какая собственно разница белки состоят из особых соединений аминокислот которые бывают заменимые и незаменимые незаменимых аминокислот 9 но организм не может выработать их сам поэтому должен поступать с едой материал когда белок содержит все девять незаменитых аминокислот он считается полноценным если в нем нет хотя бы одной незаменимой аминокислоты неполноценным так вот все белки животного происхождения они полноценные и это означает что беря их в рацион в должном количестве вы облегчаете работу всем системам организма и кроме того обеспечиваете профилактику очень многих хронических заболеваний растительными белками дело обстоит хуже первое ни один растительный продукт ну кроме наверное сои не содержит полноценных белков и всегда не хватает 1 или 2 незаменимых аминокислот второе концентрация белка животных и растительных продуктах она разная например 100 грамм миндаля и 100 грамм куриной грудки содержат почти одинаковое количество белка но продукты имеет разную пищевую ценность и съедать столько же орехов сколько курицы будет вредно для организма но даже придерживаясь растительной диеты можно получить все незаменимые аминокислоты большинстве случаев растительным белкам не хватает только одной незаменимой аминокислоты а разные группы растительных белков совместимы друг с другом это означает что их комбинацией составляет полный аминокислотный набор например идеальное сочетание рис и или кино с бобами эти продукты не только очень хороший ужин но они обеспечат организм всеми нужными полноценными белками и аминокислотами на сегодня все оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и будьте уверены все будет хорошо